У нас немало есть предубеждений. Когда мы слушаем, нас слушают верующие с разных церквей, не только с разных церквей, а разных конфессий слушают. И иногда трудно слушать человека из другой конфессии. Ты думаешь, ну как же он относится, например, к субботе? Как-то он к субботе неправильно относится. И ты смотришь проповедь и пишешь, а почему вот суббота? Хотя проповедь вообще никакого отношения к четвертой заповеди не имеет. Есть такие люди, вот они под любую проповедь мне почему-то пишут про субботу. Вот о чем бы ты не проповедовал? И такое чувство у них в голове одна только вот суббота и суббота, да? Или тема какая-то, тебе кажется, что ты эту тему уже понимаешь, и ты уже человека не слушаешь, и слушаешь только свое. И вообще есть у нас такое искажение в нашем сознании, это склонность к подтверждению своей точки зрения. То есть когда человек слушает, он вытаскивает из речи то, что как бы подтверждает его взгляд, подтверждает его позицию, а не то, что другой говорит. У меня в жизни, я помню, когда мы с супругой учились в библейском центре, в свое время в Швеции, мы жили студентами с еще одной парой, семейной, вот. И как-то, помню, мы вечером сидели и о чем-то начали разговаривать, и разгорелось между мной и пастором из другой города, из другой страны, с которым мы тогда вместе жили в одном доме. Разгорелся между нами спор. Он утверждал одно, я утверждал другое. Спорили мы, спорили, спорили мы, спорили. Мы поняли, что никто никого не может переубедить, пошли спать. На следующий день у нас были библейские занятия. И вот мы приходим, педагог выходит, и вдруг чудо. Педагог начинает говорить именно на ту тему, о которой мы вчера вечером спорили. Ну так бывает иногда, когда пастор выходит, ты только об этом поговоришь, и он не только об этой теме говорит, но еще говорит все то, что я утверждал. Я сижу и такой поглядываю на второго. Ну я же христианин, я не должен гордиться. Смиренный же я, первый пункт, да? Но невольно так поглядываешь, и ты такой сидишь, ну, все-таки Дух Святой работает, как-то вот подтверждает своего слугу. Вот сижу такой, думаю, ну вот, слава Господу, теперь и он поймет, что я был прав, да? Ну, переменки, когда были между уроками, я хотел к нему подойти, но потом думаю, ну нельзя злорадствовать, я же верующий. Вот, поэтому буду злорадствовать тихо в себе. Вот, не подходил, и вот уже мы едем домой, после окончания учебы, да? Сижу, сижу, и он сидит. Я такой думаю, а что он сидит-то? Что он не извиняется-то? Не понял, что ли, ничего? Я ему говорю, ну как, говорю, брат, слышал сегодня, что учитель-то говорил о том, о чем мы вчера спорили? И тут он говорит, вот точно, Виктор, теперь-то ты понял, что я был прав? Для меня это было, я думаю, человек говорит, каждый из нас слышит подтверждение своих слов, хотя мы вроде бы в споре находимся. И это не какой-то такой удивительный случай, это довольно распространенное явление, когда мы подтверждаем свою точку зрения, а то, что опровергает нашу точку зрения, мы пропускаем мимо ушей, мы вообще это не слышим, никак не слышим. Поэтому часто, когда мы слышим, мы именно свое слышим. Так у нас много предубеждений в голове, всевозможных там предвзятостей в голове. Именно поэтому люди, ожидающие Мессию, не увидели этого Мессию во Христе, в Иисусе. Почему? Да потому что у них были свои представления, как должен действовать Мессия, каким он должен быть, как. Так, они, конечно, пытались как-то из Иисуса сделать Мессии, сделав его царем, потому что по их представлениям это должен быть царь-освободитель. Но Иисус не согласился, точно никакой-то не Мессия. Мы не можем услышать, потому что у нас столько предубеждений. И вот посмотрите, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 43 стих. И Иисус обращается вот к таким людям, которые смотрели на Него, видели, ну, как-то вот, и даже ждали Мессию, но не такого, не такого. У них в голове был другой Мессия. И вот Он обращается к ним, 43 стих. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Вот смотрите, почему они не понимали речи Христа? Почему они не слышали Его? Иисус говорит, «Ваш отец – дьявол». Очень громкое обвинение, да? В чем оно заключается? Он говорит, потому что, когда дьявол говорит ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Говорит ложь, там дословно говорит то, что ему свойственно. Свойственно. Вот вы знаете, вот мы часто живем в том, что нам свойственно. Вот мы, у нас есть какие-то свойственные нам мнения, свойственные нам взгляды, и мы как зашоренные люди находимся. Мы не видим ничего за этим забором, за этими шорами. Только так, только так, только так. А если что-то шире, ну, извините, это не входит в наш кругозор. И мы не видим, мы не слышим этого. Не слышим. Находимся в своем. Вот в чем опасно это предубеждение. Это предубеждение, оно закрывает тебя, делает тебя сыном отца лжи, который в своем находится, который не ищет правду, он не стремится там ничего познать, который все знает. Что ему? Он законсервирован в этом, в своем, в своем предубеждении. Поэтому, послушайте, когда мы говорим о смелости, мы очень часто подразумеваем смелость в делах, смелость в поступках. Но я увидел, что самая великая смелость, она проявляется именно в мышлении, когда люди не боятся думать, не боятся размышлять, не боятся задавать вопросы, часто неудобные вопросы задавать. Я понимаю, почему не боятся. Потому что страшно, страшно потерять свой уютный мирок. Вот ты свыкся с ним, и тебе хорошо в нем. И что-то иное, что-то непохожее. Нет, не надо. Ты это не слышишь. Ты это не видишь. И когда тебе что-то пытается что-то сказать, ты настолько это все искажаешь. Из-за чего? Из-за страха услышать то, аргументированно, что развалило бы твой маленький мирок. Вот люди сформировали там мое богословие, вот я так думаю, так мыслю, таким Бога себя представляю. И вдруг человек начинает что-то говорить. Нет, это не соответствует. Нет. Ты боишься потерять свой маленький мирок. Страшно. Поэтому лучше ничего не думать. Лучше ничего не слышать. Ничего не слышу, ничего не вижу. Ничего. И нету, да как бы ничего. И продолжаю жить в своем сладком мирочке. Поэтому хочешь научить уши слышать, должна быть свобода от предвзятости. И каждый верующий в это скажет «Аминь».